Слава Господу! Рад быть в своей родной церкви. Не так часто и здесь бываю. Но если кто-то не знает, в 92-м году мы здесь покаялись с моей женой Леной. И в 97-м году мы уехали в Каменск-Уральский. Но вот это моя родная церковь, моя материнская церковь. Я рад видеть всех, кто верен, кто служит, кто продолжает преодолевать трудности, препятствия, кто верен в созидание Дома Божьего. Слава Господу! Иисус Господь! Аминь! И Он вовеки тот же. И давайте сразу же мы с вами пойдем в Священное Писание, потому что у меня всего час времени. Я привык часа три проповедовать. Шучу, конечно. И давайте мы с вами прочитаем Евангелие от Матфея, 4 главу, 1 стих. И здесь описана всем известная история. Надеюсь, всем известная история. Потому что до 4 главы Евангелия от Матфея как-то дойти можно за несколько лет веры. И мы читаем. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. И постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему искуситель, и сказал, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Аминь. И, дорогие, Священное Писание говорит нам, что Иисус Христос – это не просто человек, это не просто Сын Человеческий, это Бог, который воплотился для нашего спасения. Аминь. И Священное Писание говорит, что Он во всем уподобился нам. Поэтому, естественно, что когда Иисус Христос сорок дней был в пустыне и ничего не ел, естественно, что Он захотел удовлетворить естественную человеческую потребность, то есть поесть. Да ведь? Кто из вас когда-нибудь постился сорок дней? Никого. Нет, там кто-то поднял руку. Пусть Бог благословит вас. Герой веры. Сорок. А кто тридцать? Кто десять? Вот. Слава Богу. Кто сутки постился? Вот. Здесь уже побольше, да? И знаете, даже после суточного поста где-то ты начинаешь чувствовать, что как-то хочется что-то перекусить. Да ведь? Я знаю особенно, уже если сутки прошли, там уже как-то все успокаивается, и ты думаешь, хей, можно и не есть. Но вот какие-то первые вот время так хочется есть. Иисус постился сорок дней. И естественно, что через сорок дней, как любой человек, Он захотел есть естественная человеческая потребность. Покушать, да ведь? В этом нет греха. И в это время как раз, мы читаем после сорока дней поста, не в начале поста, не в середине, но в конце поста, к нему приходит дьявол для того, чтобы его искушать. И знаете, очень часто у нас у всех есть какие-то человеческие потребности, да ведь? Мы хотим кушать, мы хотим одеваться, мы хотим развлекаться, мы хотим отдыхать. Есть человеческие естественные потребности, но мы видим из Священного Писания, что нередко дьявол хочет использовать наши человеческие потребности для того, чтобы ввести нас в какой-то грех. Согласны? Бывает такое, да ведь? Мы вспомним с вами даже Давида, когда он отдыхал на крыше своего замка, у него какие-то были естественные потребности. И тут вдруг увидел Версавию и говорит, а чтобы мне не воспользоваться хорошим моментом, да ведь? Я же человек, знаете, как с некоторыми начинаешь разговаривать, они говорят, но я же мужчина, у меня же есть естественные потребности, поэтому я вот и гуляю направо и налево. Да, есть естественные потребности, но они должны быть в рамках, установленных Богом. И Давид по какой-то причине это забыл, и он сказал, приведите ко мне Версавию, и мы помним, что там произошло. И были очень плачевные последствия, да ведь? И поэтому периодически или иногда, или не иногда, дьявол искушает нас через наши человеческие естественные потребности, если мы хотим кушать, дьявол говорит, так что ты, тебе надо просто вообще хорошо кушать, тебе надо икру красную есть, для этого надо больше зарабатывать, и ты хочешь отдыхать, и что ты будешь отдыхать, тебе надо отдыхать на Канарах, для этого надо больше зарабатывать, давай работай, 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 работай. И в результате человек периодически где-то остывает в своей вере, потому что столько нужд, столько потребностей. И вот дьявол приходит к Иисусу на сороковой дне поста и говорит ему, Иисус, но ты же голоден, ты хочешь кушать, как я тебя понимаю, как я тебя понимаю? Давай, скажи вот этим камням, чтобы они сделались хлебами. Ну, конечно, если ты сын Божий, может, ты не сын Божий, а если сын Божий, то докажи. И знаете, Иисус никогда никому ничего не доказывал. Он говорил, я знаю, кто я и откуда я пришел. Поэтому Иисус не собирался никому доказывать, тем более дьяволу, что он сын Божий, что он может превратить камни в хлебы. Нет. Нет. И следующее, что скажу, что мы должны знать, кто и что нам предлагает. Потому что сегодня мы живем в таком мире, когда предложения сыпятся отовсюду, да ведь? Знаете, кому из вас звонили, какие-нибудь телефонные мошенники предлагали вам хорошо заработать или спасти ваши деньги, звонили кому-нибудь? А кто-нибудь попадался на их удочку, терял? Ну, будьте честными-то. Я один раз, знаете, хотел купить в церковь теннисный стол. Думаю, вот будет молодежь в теннис играть, ну и не молодежь тоже. И нахожу на Авито недорогой теннисный стол всего за 4 тысячи. А знаете, они же все возрастают, мошенники. Я думаю, какие добрые люди, за 4 тысячи всего теннисный стол хороший, почти что новый. Я с ними списался в WhatsApp, не послушал наставлений Авито. Они мне написали, все, стол классный. Они мне выслали бумажку, что уже выслали стол компании СДЭК. Я перевел им 4 тысячи и довольный, жду уже скоро в теннис будем играть. И что-то не приходит и не приходит стол, не приходит и не приходит стол. Думаю, что ж такое-то. Вот у меня же бумажка на руках, что уже практически он у меня дома, этот стол. Иду в эту компанию СДЭК. Говорю, знаете, что-то у вас там непорядок какой-то. Вот я вот стол купил, а он куда-то пропал. Что, разберитесь со своей компанией? Она смотрит на эту бумажку и говорит, а знаете, у нас вообще таких номеров нет. Что вы там, кому вы деньги отправили? И я понял, что я клюнул на чье-то предложение. И я пошел в милицию. Думаю, ладно, 4 тысячи деньги небольшие, но хоть, ну, чтобы людей предупреждали. Прихожу в милицию, он мне достает вот такую папку. И говорит, знаете, вы на 4 тысячи попали. Люди попадают на миллионы. И все это очень трудно вернуть. Я перекрестился, думаю, Господи, слава Богу, что я хоть на 4 тысячи попал, а не на миллионы. То есть нам что-то предлагают. И когда вот это предложение подступило к Иисусу, сделай камни хлебами, то Иисус сразу же знал, кто к нему пришел. Да ведь? Поэтому очень часто Священное Писание говорит, чтобы мы умели различать духов. Мы умели различать духов. Потому что даже Петр пришел к Иисусу, помните, да? С хорошим предложением. Когда Иисус начал говорить, мне должно пойти в Иерусалим и там быть распятым и быть униженным. И тут Петр подходит к нему ведь с хорошей идеей. Согласны? Такой милосердный Петр говорит, Иисус, Господь, зачем тебе это надо? Помилуй себя, будь милостив к себе. Не надо тебе в Иерусалим, не надо тебе на крест идти, не надо тебе быть униженным. Поэтому Иисус сразу же понял, кто за этим стоит. Да ведь? И Он сразу же говорит, отойди от Меня, Сатана. И Петр, наверное, был в шоке. Иисус, я же от чистого сердца, вот со всей любовью. Вот Иисус видел, кто за этим стоит. Поэтому, второе, что мы должны понять, очень важно различать, от кого исходит предложение к нам и кто за этим предложением стоит. Да ведь? Чтобы нам не нанес ущерба кто? Сатана. Потому что, как мы видим из Священного Писания, дьявол может даже элементарно апеллировать Священным Писанием. Потому что там, в других местах, Он говорил, написано ведь, заповедую, и на крыльях понесут тебя. Но и там Иисус знал и сказал, а еще написано, не искушай Господа Бога своего. То есть мы видим вот эту историю, которая произошла в пустыне. И здесь Иисус Христос говорит очень важные слова из книги Второзакония. Он же сказал ему в ответ, четвертый стих, написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Аминь. И смотрите, Иисус говорит, что человек будет жить. На самом деле, Бог хочет, чтобы мы жили. Не выживали, но мы жили. Согласны? Бывает у вас периоды, когда вы выживаете, когда там концы с концами сводите, когда, я не знаю, там здоровье на волоске уже, и врачи говорят, ну мы не знаем, как дальше получится, но если Бог помилует, то может быть и выздоровеете, да. И ты уже доживаешь, денег мало, здоровья мало, радости мало. Вот Иисус говорит, что человек должен жить. Конечно, после грехопадения жизнь человека, она стала сложнее. Согласны? То есть Адам и Ева, они жили прекрасно, они не знали, что такое болезнь, что такое проблемы, что такое трудности. Они не знали, что такое зло. Они не знали зло. Мы сегодня порой не знаем, что такое добро, потому что весь мир лизует во зле, да. Они не знали, что такое зло. И к ним также пришел дьявол, они не распознали, клюнули на его предложение, съели этот запретный плод, и все на земле изменилось. И сегодня очень часто люди не живут, а выживают. Особенно люди в возрасте. Знаете, когда моей маме было уже под 80, она приходила к нам домой постоянно, каждый день. А у нас во выходной двери сделано зеркало. Она встанет у зеркала, смотрит на себя и говорит, подыхать пора. Кому я здесь еще нужна? Пора подыхать. И я уже порой на нее, мама, все, хватит, чтобы я этого больше не слышал. Что тебе не живется? Квартира, пенсия нормальная, дети рядом, внуки рядом, живи, наслаждайся. Нет, подыхать пора. Порой же говорил, все, вот не приходи с этими словами, пока не изменишь что-то в своих словах. Вот не хочу я слышать это, подыхать пора. Живи и наслаждайся жизнью. Но иногда людям уже трудно жить становится. Они говорят, ой, поскорее бы Господу на небо. Я понимаю, что там лучше. И поэтому Иисус говорит в одном из мест Священного Писания, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Аминь. Имели с избытком. Можем ли мы доверять словам Иисуса Христа? На то мы верующие, чтобы доверять словам. И в этом наша вера, чтобы мы доверяли слову Иисуса Христа. Потому что если нам не верить в слово Иисуса, то во что нам вообще верить? Его слово – это основа нашей жизни, нашей веры, нашего упования, наших молитв. И Он сказал, «Я пришел для того, чтобы вы имели жизнь с избытком». И у нас иногда возникает вопрос, да, я живу, но где же избыток? Избыток – это когда ты можешь делиться с другими. Согласны? Когда у тебя, может быть, какой-то, может, небольшой, но избыток денег. И ты можешь жертвовать, как сегодня проповедовала Оля, да? Что ты пришел сюда, и у тебя есть, что пожертвовать. Слава Богу, значит, что у тебя есть какой-то избыток. Согласны? У тебя есть избыток веры. И ты можешь кого-то поддержать, кого-то вдохновить, кого-то укрепить, за кого-то помолиться, за исцеление. Почему? Потому что у тебя есть избыток веры, которым ты можешь поделиться. Избыток жизни. Ты можешь кому-то помочь чем-то. И поэтому Иисус говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь с избытком». И вот здесь Иисус говорит, Он как бы разделим этот стих на две части, Он говорит, «Не хлебом одним будет жив человек». То есть Иисус не говорит, что нам не нужен хлеб насущный. Согласны? Потому что в молитве Отче наш, Он сам учит молиться, молитесь же так. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. То есть Господь прекрасно знает, в чем мы нуждаемся. В другой притче Он говорил, дорогие, не бойтесь, Отец ваш знает, в чем вы имеете нужду. То есть во всех своих словах Иисус убеждал нас, что Он о нас позаботится в вопросе насущного хлеба. Согласны? И если вот спросить, кто сегодня пришел голодный? Кто-то голоден сейчас здесь? О, вот там кто-то голодный. Вот вы подойдите потом к службе порядка, они вас чаем напоят. Чтобы вы не были голодными, и Господь через них о вас позаботится. И я смотрю, все одеты, никто не пришел тут в березовых вениках, обмотанный березовыми вениками. Все одеты, красиво одеты. То есть Господь удовлетворяет наши нужды все, да ведь? И я думаю, никто тут из-под соседнего крыльца не вылез, ночевал под соседним крыльцом и пришел, вот я пришел. Нет, все сегодня дома ночевали. Кто не дома ночевал? А где вы ночевали? А? Дома все хорошо? А то уже надо было объявление делать, приютите человека. Голодный? Голодный? Ну вот тоже к службе порядка подойдите, в кофейне чаем напоят с пирожками. Тут сегодня про хлебы говорили, так что думаю, там найдется. То есть Иисус говорит, что да, мы нуждаемся в хлебе насущном, и в Священном Писании мы видим много примеров. Вот сегодня Оля, она говорила, да, что когда в пустыне было около 10 тысяч человек по ее подсчетам, она бухгалтер, она знает. И были накормлены все, потому что для Бога важен каждый человек. А когда, помните, Илья бежал от Иезавели, и когда там не было, как, сказала Оля, пятерочек, магнитов, они еще до туда не добрались. Священное Писание говорит, что вороны, они носили или мясо, да ведь? То есть Он сидит, рядом речка, и вороны Ему несут мясо. Классно ведь? Бог обеспечителю, Он обещал, и Он верен Своему Слову. Если мы исполняем Его волю, если мы делаем то, что Он хочет, если мы доверяем Ему, то Бог обязательно восполнит наши нужды. Аминь. Согласны с этим? Но проблема, проблема начинается тогда, когда для нас самым главным становится насущный хлеб. И когда мы начинаем жить только ради насущного хлеба. Если мы посмотрим на сегодняшний мир, и мы можем смело, наверное, сказать, что сегодня в христианстве есть может, не побоюсь сказать этого слова, отступничество, мы видим, что многие европейские страны, они уже не несут тот огонь веры, который они несли раньше. И можно заметить, что когда ты проповедуешь сегодня людям, вот часто люди говорят, знаешь, мне некогда, у меня столько дел, у меня столько забот. А иногда, когда в воскресенье люди не приходят на собрание, и ты спрашиваешь, а почему вы не были на собрании? Ой, у меня там дела, у меня... Я никак не мог этого пропустить, это у меня там важные... Важные такие встречи были, вообще важные. И мы бросаемся в эту крайность заботы о насущном хлебе, насущном хлебе, хорошей жизни, комфортной жизни, и тем более со всех экранов городов, в городах экраны ставят, в телевизорах, в телефонах, везде нам навязывают, 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 новую машину, новую квартиру, путешествия в Турцию, в Египет, и всего, и всего вдруг тебе сразу же хочется, и ты думаешь, ну как тут не подумать о хлебе насущном? И постепенно вдруг люди, они и христиане, если люди начинают или перестают задумываться о Боге, то христиане часто, они становятся теплыми. И когда ты начинаешь говорить о церкви, когда ты начинаешь говорить о важности посещения молитвенного собрания или воскресного собрания, ты скажешь, а ты просто меня не понимаешь, мне твои заботы, ты просто меня не понимаешь. И тогда он скажет, ну конечно, даже Бог нас не понимает, Вот Он дал нам Своё Слово, и я, конечно, вам дал Слово, но я не могу вас понять. Бог же верен. И Он сказал, что если вы будете со мной, всякая ваша нужда, она будет восполнена. Но вы ищите прежде чего Божьего Царства и всё остальное, оно приложится. Аминь. И поэтому вот это такая проблема, что сегодня люди этого мира, да и часто христиане, они гонятся за хлебом насущным, за сокровищами этого мира. Но статистика или опыт показывает, что очень часто человек, имеющий много, не всегда становится счастливым от этого. Не всегда. Люди думают, вот с этим у меня будет больше всего, больше денег, больше насущного хлеба. Вот я тогда буду счастливый. И Он приобретает, приобретает, приобретает. А счастье не становится больше. А в одной притче Иисус говорит про богача, который собрал хороший урожай, набрал полные амбары и говорит, ешь душа, пей, веселись. У меня на много лет всё обеспечено. И Господь говорит, глупец, сегодня в эту ночь придут и заберут твою душу. И кому ты всё это оставил? Знаете, недавно я шёл по улице, гулял с собачкой, у нас небольшая собачка. И вижу, идёт одна женщина, которая когда-то ходила в церковь к нам. Не знаю, почему ходила, потому что некоторые люди не поймёшь, зачем они вообще ходят в церковь. И она тоже ходила зачем-то. Но потом там условия изменились в её жизни, и она перестала ходить. И вот я встречаю её и говорю, здравствуйте она. Ой, здравствуйте. Я говорю, как дела ваши? Да вот, сейчас вот надо на комнату заработать, надо комнату купить. Я говорю, а что ж вы в церковь не приходите? Ой, мне вообще некогда. Мне некогда. Я говорю, послушайте. И знаете, Писание говорит, иных страхом спасайте. Я ей сказал, знаете, если вы не примиритесь со Христом, вы пойдёте в ад. Сегодня про ад в церкви иногда табу. Про грех в церкви иногда табу. Не надо, не порти людям настроение, не говори про это. Даже Иисус про это говорил. Кто там свистит? Свистуны. И она всё так хихоньки и хахоньки. Да все мы умрём, ха-ха-хи-хи. Я говорю, да, умрём все. Но одни встретятся со Христом, а другие будут в озере огненном. И вы, говорю, не думайте о своей душе. Но душа – это самое ценное, что у вас есть. И постепенно я увидел, что её улыбка как-то, и вот эти хихоньки, они как-то утихли. И она спросила, а где вы сейчас собираетесь? Я говорю, ну вот там-то и там-то, там-то и там-то. Я думал, ну, наверное, вот хоть страхом, но спасётся. И жду воскресенья, думаю, наверное, придёт. Не, не пришла. Почему? Потому что надо заработать на комнату. Какая церковь, какое собрание, какая Библия, какое поклонение, да вы что, некогда. Хлеб насущный, надо заработать. И это сегодня становится проблемой. Смотрите, давайте прочитаем два места из Священного Писания. Апостол Павел пишет, 2 Коринфянам 4,16. «Посему мы не унываем. Но если внешне наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». И второй текст, Римлянам 7,22. «Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». И вот смотрите, дорогие, апостол Павел, он разделяет человека, так скажем, на две части. Он говорит, есть внешний человек. Посмотри на соседа, и ты увидишь внешнего человека. Вот это ты видишь внешнего человека. И апостол Павел говорит, что внешний человек, он что? Он тлеет. Согласны? Ты подходишь к зеркалу, смотришь на себя. Опять приведу в пример мою маму. Она подходит к зеркалу, смотрит на себя и говорит, ну и рожа. Она была с юмором. А ведь раньше моя фотография, говорит, в фотоателье висела. Она была у меня красивая, и где-то в каком-то ателье, здесь в центре города, висела ее фотография. А сейчас, говорит, ну и рожа. И как всегда, подыхать пора. И хотим мы этого, не хотим, но наш внешний человек, он тлеет. Сегодня люди как-то пытаются все это сдержать, делают пластические операции, что-то накачивают, куда-то вкалывают что-то, да, и думают, ну, а сегодня даже в церкви, в некоторых церквях есть учение о нетлении. Слышали такое? Что если у тебя будет все хорошо с верой, то ты в этом теле будешь жить вечно, и оно не будет у тебя тлеть. И ведь, поверьте, люди верят. А если ты и тлеешь, то только потому, что у тебя нет веры, у тебя неправильная вера. И когда я посмотрел собрание этого человека, я увидел, что там в основном женщины. Почему? Потому что особенно для женщин так важно, чтобы их тело не тлело, да ведь? Поэтому вы редко увидите мужчину, накачивающего губы, хотя и сейчас это есть, или там делающего себе подтяжки. Мы простые. Какой есть такого и люби. А женщины нет, они мэри Кэй, все прочее, чтобы... Это неплохо. Это неплохо. Но все равно тело тлеет, да ведь? И, возможно, когда-нибудь мы так же встанем у зеркала и скажем, да, ну и рожа. Господь, пора к тебе. Никуда от этого не денешься. Мы не такие, как 30 лет назад, да? И мы это видим, мы это чувствуем. И поэтому Павел говорит, внешний наш человек, он тлеет, но внутренний со дня на день обновляется. То есть Павел говорит, что есть внешний человек, а есть внутренний человек. И поэтому, когда Иисус говорит о хлебе насущном, Он говорит, да, дорогие, очень важен для жизни хлеб насущный. Но если вы хотите жить полноценной жизнью, вам также необходимо слово, исходящее из уст Божьих. Аминь. Почему? Потому что кроме нашего внешнего человека есть еще внутренний человек. И если мы больше и больше внимания уделяем только внешнему человеку, то поверьте, что в нашей жизни не будет баланса. У нас не будет полноценной жизни, потому что Бог предусмотрел, что полноценная жизнь, она только тогда, когда ты питаешься и хлебом насущным, и словом, исходящим из уст Божьих. Вот тогда в нашей жизни происходит баланс. Вот тогда, я верю, даже очень богатый человек, он может быть радостным и счастливым, потому что он не просто собирает хлеб насущный и питается им, но у него также есть слово Божье. И тот хлеб насущный, который он собирает в себе, я верю, что он будет делиться этим и с другими, потому что это мучит слово. Аминь. И поэтому вот у людей очень часто такая разбалансированная жизнь, вроде все есть, все есть, вот живи и радуйся, а радости нету, огорчения. И ведь нередкие факты, да, мы слышим, как какой-то такой известный, богатый человек закончил жизнь самоубийством. ты думаешь, чего-то тебе-то, чего не жить, у тебя все есть, квартира, машина, там, яхты, недвижимость где-нибудь на Карибах, живи и радуйся. А раз покончил жизнь самоубийством, думаешь, ну, что еще людям надо? Что еще людям надо? А людям надо слово, исходящее из уст Божьих. Аминь. И поэтому мы посмотрим некоторые места. Исайя, 26 глава, 3 стих. Здесь Иисус говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Здесь Священное Писание говорит, что есть люди с твердым духом. И когда я читал этот стих из Библии, я сразу же вспомнил Иисуса с учениками в лодке. Помните, Иисус зашел с учениками в лодку и говорит, переправимся на другой берег, лег и спокойненько заснул. В это время начался шторм. У вас в жизни бывают штормы? Когда ты говоришь, шеф, все пропало, все пропало. Иисус спит. Начался шторм. Ученики в панике смотрят, Иисус спит. Какая разница, да ведь? Один спит, другие в панике. В чем разница? А разница в том, что Писание говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире. Знаете, иметь мир в своем сердце это великое приобретение. Согласны? Когда все вокруг кружится, мы видим сегодня, происходят какие-то изменения колоссальные в мире, да ведь? Если раньше было все понятно, вот Советский Союз, вот Запад, и все понятно, кого надо бить, а кого не надо бить? Кто твой враг? Все понятно. Сейчас ничего не понятно. Все меняется. Вчера были друзья, сегодня уже не друзья, вчера были враги, сегодня уже друзья, все меняется, всю систему мировую трясет. И люди порой живут в страхе, иногда мне там присылают какие-нибудь видео, все, в августе или там в сентябре Европа нападет на Россию, все, все, все пропало. И люди живут в страхе, что день грядущий нам и готовят. Исаик говорит, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, да? И так здорово, когда все вокруг трясется, штормит, а ты сидишь, у тебя все спокойно. Что у нас чаще? Чаще мы паникуем или чаще мы в спокойствии? Бывает паникуем, да ведь? Бывает паникуем. И какой выход? Что делать-то, Господь, чтобы мне вот, когда вот так штормит, что мне делать, чтобы спать спокойно? Иногда ночами не спим, да ведь? Бывает? Ложишься спать, и у тебя, как говорил Райкин, а мозги-то шевелятся. Лег спать, и вроде заснуть неплохо было, а у тебя все там что-то крутится, вертятся какие-то мысли, и ты встаешь в два часа, или я встаю в два часа, и говорю, пойду чай попью. В два часа, уснуть не могу, потому что мозги-то шевелятся, покоя нет, мира нет, думаешь, что завтра-то будет, как же жить завтра? Исаия говорит, слушай, то, что тебе нужно, это тебе нужен твердый дух, тогда ты будешь иметь мир. Господи, но как мне иметь этот твердый дух, как мне? Я и молюсь, и прошу, Господи, как тот отец, помоги моему неверию, верую Господи. Кто-нибудь молился так? Верую Господи, помоги моему неверию. Да, и иногда мы на самом деле, нам трудно верить, ученикам было трудно верить, что они доплывут до другого берега, они смотрят на волны и говорят, о, все, надо будить Спасителя, потому что погибаем. будет Иисус, он, наверное, говорит, вы что, такой сон был, прервали просто все. Но, слава Богу, они хоть догадались разбудить его, да? Он повелел, и все утихло, они успокоились, и так, наверное, сидят, Иисус, мы знали, что все будет хорошо. Так просто что-то. Маленько попереживали, но знали, ты-то с нами. Как иметь твердый дух? Еще одно место прочитаем, притча 24, 10. Соломон говорит, если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Не секрет, что в нашей жизни бывают дни бедствия, и не секрет, что они еще будут. нам бы не хотелось этого, мы бы сказали, Господь, можно без бедствий как-нибудь? Мы сейчас вот разговаривали с Юлей, и она рассказывала, как она заболела, и Бог дал ей откровение, которое просто сильно изменило ее жизнь. На что я сказал, Господи, а можно получать откровение без болезней? Может, я так пойму? Без болезней не надо вот, но Бог делает, что хочет. И бывают дни бедствия, бывают тяжелые дни, бывают проблемы в семьях, проблемы с детьми, проблемы с финансами. Мы еще не в раю живем, мы здесь пока, на этой земле. И Соломон говорит, что если ты оказался слабым, то есть в день бедствия можно оказаться слабым, то есть неспособным это перенести, это пережить, потерпеть кораблекрушение в вере. Я не знаю, бывают случаи, когда христиане заканчивают жизнь самоубийством, суицидом. почему? Ведь мы же с Богом, Бог с нами, да, но Господь хочет, чтобы мы были сильными, чтобы мы были твердыми духом, и когда приходит день бедствия, мы могли, преодолевши все, устоять. Аминь. Согласны? Ведь нам важно не просто когда-то покаяться, нам важно веру сохранить и течение совершить, добрым подвигом подвязаться. Аминь. Не просто красиво начать, но и закончить более-менее прекрасно наш путь веры на этой земле. И поэтому нам нужна твердость духа, и нам нужна сила, чтобы преодолевши все устоять. И знаете, может, вы когда-то смотрели, есть такой фильм про Арнольда Шварценеггера, и он там рассказывает о своей жизни. Знаете, Арнольда Шварценеггера, да? Вот это такой был кумир для молодежи, и для меня он когда-то кумир, у меня там его фотографии висели на стенах, и я думал, я хочу быть таким, как Арнольд. как у нас было написано, пусть руки станут как ноги, а ноги станут как бревна. И такой вот кумир был Арнольд Шварценеггер, я посмотрел про него фильм, на самом деле он многого добился, он добился не только в спорте, он добился в кинематографе, он добился в политике, если вы знаете, он был губернатором штата, не помню какого-то Калифорнии, то ли какого-то Флориды, какого-то губернатором был штата. И он так вкладывал в свое тело, что в 54 года он чуть не умер, потому что у него произошла проблема с сердцем. Операция произошла, первая прошла как-то трудно, сделали вторую операцию, и он чуть не умер. А потом, если вы не знаете, его женой была дочь Кеннеди, президента Кеннеди. Вроде бы все хорошо, слава, почет, жена у тебя, дочь президента, но вдруг оказывается, что у него есть внебрачный сын, и жена подает на развод. Знаете, каким бы человек не был физически сильным, человеку нужна духовная сила. Я не знаю, каким был Иисус физически, фотографий не осталось, но то, что он был силен духовно, это стопроцентно. Его сила проявлялась в том, что когда дьявол приходил к нему со своими искушениями, он мог ему противостоять. Его сила проявлялась в том, что когда ему надо пойти на Голговский крест, он смирился перед отцом, написано, смирил себя до смерти, смерти крестной, и он молился так, что его капли пота были смешаны с кровью. И в этом была его духовная сила, когда даже он просил, отче, если возможно, пронеси чашу сию мимо меня, но, впрочем, не моя воля, но твоя да будет. Написано, он с великим воплем принес прошение. у него была жесткая борьба, иногда разговариваешь с человеком, он, ой, у меня искушение, ой, я в грех впал. Писание говорит, мы не до крови сражались против греха, иногда нам проще войти в грех, чем сражаться с ним до крови. понимаете, я говорю, да? Ну, я аж покаюсь потом. У нас же благодать, я покаюсь, Бог же милостливый, человеколюбивый. Да, он милостливый, человеколюбивый, но через грех дьявол настолько может навредить в твоей жизни, что вся жизнь потом пойдет кувырком. Как это произошло у Давида? Помните, когда он согрешил с Версавией, пришел пророк и сказал, Давид, слушай меня, Бог милостливый, он обещал, что сохранит твой престол, тебя на престоле, но твой сын умрет, и от дома от твоего потом меч отходить не будет. И мы помним, что дальше происходило. Брат изнасиловал сестру, брат убил брата, сын гонялся, чтобы убить своего отца Давида. Один раз не сдержался, но Бог же благой, милостливый, ну такая красавица, а какие были последствия. Поэтому Писание говорит, мы еще не до крови сражались против греха. Да, иногда искушение будет сильное, но кажется, уже нет сил, но Библия говорит, все возможно верующему. Аминь. Все возможно верующему. И вот можно мне доску принести сейчас? Как раз я говорил, мне доска нужна. У меня еще есть время. Часик. Седьмой день Господу ведь. Куда нам торопиться? Дорога перекрыта все равно. До скольки? До двух перекрыта. Так что можно до двух смело. Смотрите, давайте мы сами посмотрим. Разделим доску на две части. Вот так. И здесь у нас будет внешний человек. Вот пускай будет внешний чел. Сейчас так модно. Э, ты чел, что скажешь? в чем нуждается внешний человек? Вот что нам в жизни надо вообще? Поесть пища. Желательно хорошая пища, да? Пища плюс пицца. Что нам еще надо в жизни? спать, спать. Нам нужно спать. Сразу понятно, кто хочет кушать и кто хочет спать. Еще что надо? Одежда. Одежда. Нам нужна одежда, согласны? Что еще нам нужно? А? жилье, квартира. Квартира. Нам нужна квартира. Желательно в новом доме. Что еще нам необходимо? Машина. Но будем считать, что машина не роскошь, а средство передвижения. Хотя иногда думаешь, она мне нужна. не машина. И желательно хорошая. 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 Выбор сегодня. Есть что нам еще надо? А? Семья? Семья. Ну да, для многих тоже проблема. Для одних проблема, что есть жена, для других проблем, что нет жены. Еще что надо? Здоровье. Киевы здесь в Екатеринбурге избалованы. Вот у нас только пища и квартира. Шучу. в провинции в провинции все проще. Здоровье. Что еще? А? Хорошо оплачиваемая работа. Ну, это, так скажем, деньги. Что-то у вас вообще тут список большой. И деньги вам нужны еще. еще что нам нужны? А? Друзья. Ух ты. Ладно. Други напишем. Все, меньше и меньше. Еще избалованные вы наши. Что еще нужно? А? опиум. Ладно, вот сюда напишем хобби. Ну, слушайте, у вас тут точно у нас уже сто раз все вошло. Ну, еще отдых. Отдых. Давайте его после ремонта машины нужно отдыхать. Все, давайте на этом остановимся. Я понимаю, что здесь у вас фантазия хорошо работает. Вот, это то, что нужно внешнему нашему человеку. Вот скажите, у кого все это есть? Чего? А у кого чего нету? Машины нету? Ну, что-то это самое. Но нужна. У кого есть пища? У всех. У кого есть где поспать? У всех. У кого есть одежда? Смотрю, у всех. Квартира? У всех. Машина? Чего? Здесь налоговой нету, можете смело поднимать. Так, а кто периодически ездит отдыхать на юг или в Турцию или в там куда-то еще? Так, есть такие. У кого со здоровьем более-менее? Ну, вот уже лучше. Особенно у тех, кто отдыхает и у кого машины нету. Потому что пешком ходить полезно. У кого деньги есть? Я не говорю деньжище, а деньги. Деньги есть. И у кого есть други и подруги? У всех. А хорошие друзья есть. Слава Богу. И по сути мы видим, что все наши потребности в нашего внешнего человека удовлетворены. В основе, да, ведь? Машина это роскошь. В Екатеринбурге тем более в пробках стоять. Можно на самокате на электрическом проехаться. Вот. Поэтому в принципе Священное Писание говорит, имея одежду и пропитание будем довольны. То есть по сути, вот когда мы приходим в церковь, это должно быть собрание довольных людей. Ты пришел, я такой довольный, ты спрашивают, а что такое довольное? Да у меня все есть. И квартира, и одежда, и где поспать, и машина, и отдых, и здоровье раз сюда пришел тоже есть, и деньги, и друзья у меня есть, я просто вообще счастливый человек. Вот Павел говорит, имея все это, мы должны быть довольны. Довольны. Не будем развивать эту тему. И нам важно сейчас посмотреть, а что нам нужно для нашего внутреннего человека. Вот внутренний чел. Да, здесь даже с большой буквы напишем. Внутренний чел. Да. Что ему нужно? Потому что мы же понимаем, что вот это все нас не спасет. И это все не поможет нам устоять в злой день. Согласны? Нам что-то нужно другое. Мы понимаем, что вот это не основа нашей жизни. Это то, что должно приложиться. Но это не основание. Основание жизни, оно вот здесь. Поэтому Писание говорит, что твердого духом ты хранишь в совершенном мире. То есть нам нужен твердый дух. Если у нас нет твердого духа, то все вот это не сделает нашу жизнь полноценной. Потому что Иисус сказал, что не хлебом одним жив человек, но словом исходящим из уст Божьих. для нашего внутреннего человека, чтобы мы могли полноценно жить, верить, надеяться. И самое первое, давайте мы прочитаем с вами 1 Петра 2 главу 2 стих. Петр говорит, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам воспасение. То есть мы говорим о пище для внутреннего человека. То есть если есть пища для внешнего человека, есть пища для внутреннего человека. И первое, о чем говорит Писание, это Слово. Слово Божье. Ну, напишу Слово Бога. Да, ведь? Слава Богу, дорогие, что мы имеем возможность сегодня прийти в церковь и послушать проповедь, тем более, такого замечательного пастора, как Виктор Судаков. Вот. Вы можете прийти и послушать, но достаточно ли этого? Ведь вы кушаете не один раз в воскресенье. Согласны? Вы кушаете каждый день и желательно завтрак, обед и ужин. И поэтому иногда люди говорят, да мне достаточно, что я прихожу один раз в воскресенье и слушаю проповедь и мне все там понятно. Нет, 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 погоди. Священное Писание говорит, возлюбите чистое словесное молоко. Нам необходимо полюбить Божье Слово. А знаете, вот что ты любишь, к тому тебя и тянет. И дьявол делает все сегодня для того, чтобы ты не пребывал в Слове Божьем. Сегодня настолько развиты разные социальные сети, Тик-Токи, что там еще, Ютубы, Рутубы, что еще есть? Вконтакте, в Одноклассниках, в Фейсбуке, Ватсап, Цап-Цап, Ватсап-Цап-Цап. Что еще? Инстаграм, да? Настолько развито, что ты говоришь, ой, я сейчас только посмотрю, кто мне позвонил, а там хоп, у тебя что-то, еще сообщение какое-то, и смотришь, ты на час там завис. Ты говоришь, я же хотел Слово Божие почитать, а если еще Библия в телефоне, сейчас Библию почитай, открою, открыл там, что-то, пи-бим, кто-то тебе сообщение прислал, Вконтакте, о, что там Вконтакте написали, о, тут собачки какие, киски, цветочки, и смотришь, день прошел, и ты говоришь, ну все, с завтрашнего дня точно, буду любить чистое словесное молоко, и возрастать во спасении, а с утра пилим-пилим, и опять день прошел. Ну ладно, в воскресенье приду, мне все там расскажут. Нет, Павел говорит Тимофею, вникай в себя и в учение, занимайся с ним, как? Постоянно, чтобы и ты спасся, и слушающих тебя, ты мог спасти. Иногда я братьям в церкви говорю, братья, давайте я вам подарю каждому по учебнику богословия. Вы хоть разберетесь, что такое Троица, что такое божественность Христа, что такое праведность, святость. Давайте, зачем нам? Если надо, мы у тебя спросим. Думаю, Господи, ну как, как донести до людей, что надо вникать в Слово, потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, лукавый, хитрый, желающий нанести ущерб, нам необходимо познание Священного Писания и не только воскресения. Аминь. Поэтому найди способы, чтобы каждый день уделять время для Слова Божьего, для размышления над Ним. Сегодня масса возможностей, масса толкований, это когда мы в 90-х годах, в 92-м, там, по Калиюс, у нас ничего не было, где могли какие-то справочники там доставали, Брагауза, Нюстрома. Сейчас разные переводы, разные толкования. Хочешь тебе там новый, современный перевод, хочешь старый, хочешь еще старее, изучай, вникай. Аминь. Второе, что нам необходимо, Иоанна 4, 34. Это Иисус встретился с самарянкой и разговаривает с ним, с ней. И ученики в это время ушли, и приходят, купили ему пищу, и говорят, Иисус, мы принесли тебе покушать, давай покушай, что ты тут разговариваешь с этой самарянкой. Иисус говорит им, Иоанна 4, 34. Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Второе, что нам необходимо для нашего внутреннего человека, это исполнение так, вот так напишем, исполнение воли Бога. Аминь. Иисус говорит, удивительно, Он говорит, знаете, я уже поел. Они говорят, Иисус, когда ты успел? Мы вот как ушли, ты с этой самарянкой разговаривал, пришли, ты до сих пор с ней разговариваешь, еще тут толпа к тебе пришла. Он говорит, знаете, моя пища творить волю небесного Отца. Иногда бывают у христиан сложные времена, уныние, разочарование, бывает депрессия. Бывает такое? Не зря же мы поем, унываешь, что ты душа моя. Какой выход? Как мне из этого выбраться, как мне вылезти? Начни служить другим, начни служить людям. Не надо сидеть в депрессии, не надо обливаться горькими слезами. Найди, кому ты можешь послужить. Начни исполнять волю небесного Отца. И Иисус гарантирует, что это есть пища для нашего внутреннего человека. Это то, что поможет тебе преодолеть уныние. Может ты болеешь и Бог тебе покажет, кто болеет еще сильнее тебя. Послужи тому человеку. То есть для Иисуса пищей было исполнять волю Отца. И поэтому он был твердым духом. Может быть ученики до конца не понимали этого и сказали ну Иисус как всегда странный какой-то. Мы ему предложили он говорит про какую-то другую пищу. Да. И Библия говорит чтобы мы были не слышители слова забывчивые но исполнители слова. Да ведь? А что значит исполнять слово? Это исполнять волю небесного Отца. И Иисус говорит это моя пища. Почему многие люди не многие иногда христиане разочаровываются в церкви разочаровываются потому что вся их жизнь заключается только в том что они пришли в воскресенье послушали и ушли. Начни служить. Начни служить церкви начни служить людям начни благословлять других стань благословением для других и ты увидишь как через это у тебя будет духовное возрастание ты увидишь как через это ты будешь укрепляться в своем внутреннем человеке и через это Бог будет тебя благословлять потому что Писание говорит блажение давать нежели принимать что значит давать это значит служить людям давать свое время давать свою силу давать свои финансы Иисус говорит это есть моя пища третье что нам необходимо это послание к Эфисиным 5 глава 18 стих где апостол Павел говорит такие слова если я задержусь ничего страшного но я редко бываю я потом быстро сяду и еду чтобы не побили Эфисиным 5 глава 18 стих и Павел пишет не упивайтесь вином то есть иногда знаете диспуты такие в церкви бывают пить или не пить а если пить то сколько пить а если пить то что пить знаете раньше синоды собирали по вопросу троицы божественности Христа арианства еще что сегодня наверное уже будут собирать соборы и устанавливать можно пить или нельзя если можно то сколько а можно делать наколки христианину или нельзя а можно ставить пирсин христианину или нельзя а если можно то в какие места потому что иногда с христианами приходится спорить вообще можно ли христианину делать наколки на что я говорю если бы Бог этого хотел он бы тебя разрисовал как жирафа ходил бы весь в рисунках но он же этого не сделал не будем в эту тему углубляться Павел прямо говорит не упивайтесь вином если у тебя есть с этим проблема начни молиться скажи Господь освободи он освободит потому что от него бывает распутство то есть напился забылся нараспутничал очнулся гипс но взамен этого Павел говорит исполняйтесь духом назидаясь самих себя псалмами словословиями песнопениями духовными поя и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа Итак что Павел говорит во-первых он говорит не упивайтесь вином во-вторых он говорит назидайте самих себя что значит назидать это приносить себе пользу согласны то есть назидать себя это значит в чем-то развиваться и знаете я хожу в тренажерный зал просто занимаюсь чтобы не подойти к зеркалу и не сказать ну и рожа вот я занимаюсь сам а кто-то занимается с тренером да вот у меня жена периодически занимается с тренером и иногда я слышу как тренер разговаривает с тем с кем он занимается человек приходит и говорит я хочу сбросить 5 килограмм и платит за это деньги тренера разные бывают бывают культурные бывают не очень и в зале все слышно и иногда тренер так там девушка ну ладно не девушка парень сидит не могу все я устал и тренер ему матом давай ничего не знаю жми иногда охота подойти сказать можно без мата но там и не церемонятся ты хочешь сбросить 10 килограмм хочу вот и давай жми или крути педали или бегай или поднимай гирю давай ты же хочешь сбросить хочу вот и все тогда не возмущайся иногда я послушаю и думаю господи если бы я так в церкви поговорил хотя бы с одним человеком он бы убежал но при этом мы все хотим быть успешными при этом мы хотим чтобы у нас была твердая вера но сегодня знаете даже христиане порой обличение не могут принимать обличить человека он уже губы надул спиной повернулся описание говорит пусть обличает меня праведник ибо это для меня благо и поэтому Павел говорит назидайте себя то есть развивайте себя укрепляйте себя Павел а как мне это делать то есть речь идет о внутреннем человеке да ведь давайте третье напишем это назидание себя мы любим других назидать описание говорит чтоб мы сами себя назидали и здесь очень важны слова апостола Павла где он он говорит назидая самих себя псалмами и словословиями и постепениями духовными паяя и воспевая в сердцах ваших Господу благодаря за Бога и Отца смотрите мы иногда говорим вот приду в церковь вот там есть прославление и вот они пускай меня назидают и ты приходишь в церковь такой сонный пришел встал на свое место и прославление смотрит на церковь и они тебя назидают пять пять минут назидают и в конце там через полчаса ты уже все проснулся и говоришь ну молодцы поназидали меня сегодня хорошо прославляющие а иногда что-то сегодня как-то меня прославление не назидало вообще что-то они там не пели а вообще радостных песен не было как-то боевых каких-то песен не было что-то сегодня с назиданием у них не то не важно не важно но священное писание говорит чтобы мы назидали сами себя понимаете вот это моя задача как христианина назидать самого себя как мы думаем да что мы тут песни поем что такого песни Павел говорит не-не вы не песни поете вы прославляете Бога и вы назидаете своего внутреннего человека и при этом вы исполняетесь Духом что происходит когда мы прославляем Бога мы до конца не понимаем что происходит потому что это духовные процессы но писание говорит что когда мы прославляем Бога мы исполняемся Духом и назидаем самих себя именно поэтому важно чтобы когда ты приходишь домой после воскресного служения ты не говорил но в следующее воскресенье приду и меня опять там поназидают а дай Бог от воскресенья до воскресенья как-нибудь уж дотяну нет находи время дома чтобы петь Богу псалмы не знаю может ты едешь в машине пой псалмы может ты остался дома один и что-то уныние на тебя нападает пой псалмы у меня там последний пункт остался потому еще раз скажу одну историю когда мы с женой только покаялись и мы снимали квартиру и мы жили вот на Чайковского помнишь квартиру на Чайковского и вот один у меня был магнитофон такой и что-то так на меня уныние напало вот прямо от чего унываешь то душа моя я думаю ну что сделать то а был такой тогда известный прославляющий Фил Дрискал его звали он сейчас наверное живой у него было очень классное прославление и на трубе он играл я думаю ну что делать что я могу ну буду Бога славить соседи внизу я постелил подушки от дивана на пол включил Фил Дрискала и начал прыгать и просто славить Бога вместе с ним и знаете это уныние оно куда-то ушло оно куда-то ушло почему потому что поклонение песнопение духовное это духовное оружие вот почему дьявол через людей говорил Иисусу скажи чтобы они замолчали скажи чтобы они не славили тебя Иисус говорит знаете если они перестанут то камни вас запьют все равно меня кто-то будет славить поэтому когда на тебя хандра нападает уныние депрессия начни славить Бога не меньше играть на гитаре хлопай в ладоши славь 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 Бога да вот человек уже назидай себя об этом говорит апостол Павел и четвертое что нам необходимо для нашего внутреннего человека Иоанна 6 53 Иисус и я в нем как послал меня живый отец и я живу отцом таки идущий меня жить будет мною сей то есть хлеб сшедший с небес не так как отцы ваши ели манну и умерли идущий хлеб сей жить будет вовек и вот здесь в моем списке четвертое а может и самое первое это хлебопреломление да ну вот хлебопреломление мы понимаем дорогие что хлебопреломление это таинство и мы до конца не понимаем что происходит в это время когда Иисус говорил ученикам есть его плоть и пить его кровь многие не поняли и они ушли от него и конечно даже сегодня мы совершая хлебопреломление мы до конца не понимаем что происходит в это время да ведь ну пришли люди разлили виноградный сок или где-то вино виноградное преломили хлеб дали всем съесть съели выпили Иисус говорит что если вы не будете этого делать вы не будете иметь жизни он говорит вот отцы в пустыне они ели манну они ели манну и эта манна была физическая но они умерли Иисус говорит если вы будете есть мое тело и мою пить мою кровь то вы будете иметь жизнь и не умрете то есть когда мы совершаем хлебопреломление что-то происходит в духовном мире и что-то происходит внутри нас что мы получаем жизнь жизнь Божью внутри себя и поэтому меня всегда удивляет знаете когда люди хлебопреломлению относятся несерьезно у нас был один дедуля он ушел из церкви а потом когда пришел и приходит ко мне и говорит ну знаете я буду к вам забегать на хлебопреломление на что я сказал церковь это что он забегаловка что ли забегайте куда-нибудь в другое место речь идет о серьезных вещах и когда Иисус говорил о своем теле и о своей крови он говорил о серьезных вещах мы до конца не понимаем этого духовного акта но Иисус сказал что через это мы будем иметь жизнь будем иметь жизнь и вот когда дорогие у нас есть и вот это и вот это но на первом месте все-таки стоит вот это на первом месте потому что как мы сказали именно вот это помогает нам преодолеть те трудности с которыми мы сталкиваемся именно это помогает нам преодолеть искушения соблазны страхи депрессии именно вот это делает наш дух твердым понимаете о чем говорю вот это уже вторично и если нету вот этого то вот это никогда не наполнит и не сделает нашу жизнь полноценной как я сказал уже это как 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 весы когда между ними есть когда здесь есть и вот это а еще больше вот этого вот тогда происходит баланс нашей жизни и тогда у нас есть надежда что мы не просто будем иметь жизнь но мы будем иметь жизнь с избытком недавно мы можно что-нибудь выйти поиграть недавно мы ехали с одним братом на машине я говорю знаешь что меня удивляет вот есть люди у которых есть все и они несчастны у них нет радости они не живут они словно выживают или доживают а есть люди у которых вроде ничего нету а смотришь на них они радостные они счастливые а это значит что жизнь человека не зависит от достатка его имения она зависит от чего-то другого и это другое это конечно же в первую очередь вера во Христа и наш твердый внутренний человек аминь и это касается каждого иногда говорят ну ты пастор тебе это надо тебе надо проповедовать тебе надо учить тебе надо быть образцом на сцене и в жизни недорогие это нужно каждому это нужно каждому потому что дьявол он ходит как рыкающий лев вокруг каждого верующего вокруг каждого верующего и вокруг тебя и вокруг твоего соседа и он ходит для того чтобы найти кого поглотить а поглощает он тогда когда мы слабы в своей вере когда наш дух он слаб он поглощает и мы теряем своих братьев теряем своих сестер к сожалению которые просто были пренебрежительны к самому внутреннему человеку всегда больно терять тех с кем ты когда-то молился прославлял а потом узнаешь что они потерпели кораблекрушение вере и последнее место которое прочитаю это 2 Тимофея 3.17 апостол Павел пишет да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен Павел говорит о совершенстве в чем это совершенство а совершенство когда в нашей жизни на самом деле есть вот этот баланс но к нему надо идти к нему надо идти этому надо учиться и это есть путь следования за Христом и когда мы несем свой крест не просто следуем за ним но еще и несем свой крест аминь это есть вера это есть упование это есть любовь к Богу и об этом мы с вами помолимся Отец Небесный прямо сейчас мы верим в Твое святое присутствие мы верим Господь что для Тебя драгоценна каждая душа на этом месте ты отдал своего сына за грехи всего мира Господь у тебя нет лицеприятия и ты желаешь чтобы все спаслись и пришли к познанию истины но мы сегодня молимся Господь за церковь мы сегодня молимся за себя Господь мы благодарим Тебя за слово которое ты даешь нам и мы благодарим Тебя за эту привилегию иметь Писание и мы молимся Господь чтобы на самом деле мы испытывали себя верили мы мы испытывали свои ценности мы испытывали ради чего мы живем ради чего мы верим благослови Господь чтобы мы были искренними и честными с собой чтобы мы честно оценивали свою жизнь свои приоритеты Господь мы на самом деле не хотим чтобы когда в нашу жизнь придет какой-то злой день мы не хотим потерпеть кораблекрушение мы хотим устоять и прославить Твое имя мы хотим преодолевши все устоять и поэтому мы молимся Господь благослови чтобы в нашей жизни был этот духовный баланс и мы верили во-первых что ты знаешь все наши нужды и ты силен восполнить всякую нашу нужду потому что ты заботишься о нас мы молимся чтобы мы не подражали этому миру мы не были серебролюбивы мы не были похотливы на зло мы не были сластолюбивы Господь но мы любили тебя потому что ты прежде возлюбил нас Господь и мы также молимся чтобы мы заботились не только о своем внешнем человеке но еще больше мы заботились о внутреннем человеке о нашем духовном человеке мы молимся Господь чтобы мы любили Твое слово которое истинно и через познание которого мы получаем освобождение исцеление мы приобретаем мудрость которая свет для нас благослови чтобы мы изменили свое отношение к слову и мы серьезней подходили к изучению священного писания Господь мы также молимся Господь благослови чтобы мы были исполнителями Твоей воли и это было также нашей пищей чтобы Господь когда в нашей жизни может быть какие-то тяжелые дни мы не прятались мы не скрывались но мы служили Тебе мы служили людям которые вокруг нас и мы верим когда мы делаем это Господь ты дашь нам победу ты дашь сам выход ты дашь нам решение и ты укрепишь и утвердишь нас Господь на Твоих путях и ты дашь нам торжествовать во Христе Иисусе мы также молимся Господь чтобы у нас было серьезное отношение к поклонению и мы исполнялись духом не только по воскресеньям но каждый день чтобы в нашей жизни была молитва было поклонение Господь и мы назидали сами себя и мы могли противостоять дьяволу твердой верой прославляя Твое имя поклоняясь Тебе Господь не только своими устами но и сердцем и всей жизнью потому что таких поклонников ты ищешь себе благослови Господь чтобы каждый верующий в церкви он познал силу хвалы силу поклонения силу прославления Твоего имени Иисус что в этом есть победа потому что в Твоем имени власти сила Господь сделай каждого из нас Твоим поклонником в духе и в истине во имя Иисуса Христа мы также молимся благослови чтобы у нас было серьезное отношение к Твоему телу крови хлебопреломлению Господь ты обещал что через это мы будем не просто иметь жизнь здесь на земле но мы также будем иметь жизнь вечную благослови чтобы мы это делали с верой мы это делали в святости и чистоте Господь и мы осознавали что это Твоя воля чтобы мы принимали Твое тело и Твою кровь во имя Иисуса Христа мы славим Тебя благодарим Тебя Иисус Христос благодарим что Ты всегда с нами и Ты Господь укрепляешь и Ты научаешь нас брани и мы просто провозглашаем что все возможно верующему в Тебя все возможно уповающему на Тебя потому что Ты наш Господь Ты никогда не оставляешь и не покидаешь нас и прямо сейчас мы молимся за тех людей в церкви кто проходит какие-то трудности в своей жизни в чьей жизни какая-то духовная борьба долина смертной тени мы также молимся Господь помоги выйти победителем помоги Господь пройти это остаться верным помоги не поддаться соблазнам лукавого помоги Господь противостать и воздать Тебе славу Иисус укрепи Господь потому что Ты утешитель дай силы и утешение преодолеть какие-то скорби трудности и остаться в вере и остаться с Тобой Господь и не оставить церкви и не оставить Тебя Господь во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя мы славим Тебя и превозносим Твое святое имя всемогущий Господь небесный Отец Сын и Дух Святой и каждый верующий это скажет Аминь Благослови еще своего ближнего Субтитры